Мир вам дорогие друзья В этом мире идет вслепую или полуслепую Вспомнил поэта Бориса Гребенщикова, который писал Но мы идем вслепую в странных местах И все, что есть у нас, это радость и страх Страх, что мы хуже, чем можем И радость от того, что все в надежных руках Вот у нас есть эта радость От того, что все в надежных руках, в руках Божьих И хорошо, что мы сегодня пришли в Дом Божий Слушать Слово Божие, размышлять над ним И в первом послании Апостола Иоанна Мы находим такие слова О том, что было от начала О том, что мы слышали Что видели своими очами Что рассматривали И что осязали руки наши О слове жизни Ибо жизнь явилась И мы видели и свидетельствуем И возвещаем вам сию вечную жизнь О том, что мы видели и слышали И возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами А наше общение с Отцом и Сыном Его И Иисусом Христом И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна И вот благовестие, которое мы слышали от Него И возвещаем вам Бог есть свет И нет в Нем никакой тьмы Если говорим, что мы имеем общение с Ним А ходим во тьме То мы лжем И не поступаем поистине Если же ходим во свете Подобно, как Он во свете То имеем общение друг с другом И кровь Иисуса Христа, Сына Его Очищает нас от всякого греха Мы имеем общение Откуда я только что прочитал? Из первого послания Святого апостола Иоанна Богослова Мы имеем общение Мы слышим, слушаем Его слова А Его слова От Бога Он пишет о том Что было от начала Что мы слышали Что видели своими очами Вот Юрий Алексеевич говорил О необходимости духовного видения Мир не видит Бога Не видит смысла Идти в церковь Служить Богу Поклоняться Читать Его Слово Но смысла нет Они не видят Не видят смысла А мы видим А мы знаем А мы испытали В своей жизни Насколько это Благотворно Насколько это Ценно И более того Христианин Все почитает за ссор Ради приобретения Христа Так Писал апостол Павел И я думаю Что мы все согласны С этим Кто-то красиво заметил Дайте человеку Все, что он хочет Ну вот Все, что он хочет В этот же момент Человек почувствует Что это еще не все Правда? Если мы поставим себя На место этого человека Это еще не все А что еще? Ну вот все, что ты хотел Нет Этого мало И я вспомнил Арсения Тарковского Отца знаменитого Режиссера Андрея Тарковского Который писал В начале Восьмидесятых Прошлого века Вот и лето прошло Словно и не бывало На пригреве тепло Только этого мало Все, что сбыться могло Мне как лист пятипалый Прямо в руки легло Только этого мало Понапрасну ни зло Ни добро Не пропало Все горело Светло Только этого мало Листьев Не обожгло Веток Не обломало День промыт Как стекло Только этого мало Что же нужно человеку Чтобы ему хватило Чтобы он успокоился Конечно Бог Конечно его слово Есть друзья Слово в котором Есть жизнь Жизнь вечная И есть жизнь В которой Есть слово Слово Божье Слово вечное Так начинается Евангелие от Иоанна В начале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Все через него Начало быть Что начало быть Да И без него Ничто не начало быть В нем была жизнь И жизнь была Свет Для людей И вот этот свет С грехопадением Человека Погас Внутренний свет Вот глаза Не светятся Да Кстати насчет Юрий Алексеевич Говорил С годами Садится зрение Да Вот очки Почему С годами Естественно Садится Зрение Для чего Не знаю Как вы Я для себя Сделал Простой вывод Для того Чтобы на мелочи Не обращать Внимания А думать По-крупному Смотреть На великое На вечное Как называется Возраст Пожилого человека Как называется Спасибо Вот молодежь Преклонный Преклонный Возраст Пора Преклониться Пора Смириться Пора Поклониться Богу Бог Продлевает Нашу жизнь Допускает До Преклонного Возраста И ждет Когда же Мы Преклонимся Очень важно Друзья Вовремя Преклониться Как Мы говорил Брат Когда Проходит Христос Чтобы он Не прошел Не упустить Свое Время Обращения Это Очень важно Об этом Говорит Священное Писание И мы Находим Конечно Удивительные Слова В Евангелии От Иоанна В третьей Главе Когда пришел Никодим Ко Христу Ночью Ну Хотел что-то Услышать Лично От Него И он И он Так И говорит Христу Знаете Он пришел Как Кровин Кровину Да И говорит Мы знаем Что ты Учитель Пришедший От Бога Потому что Таких чудес Какие ты творишь Никто не может Творить Если не будет С ним Бог Помните Что я ответил Ему Иисус Христос Истина Истина Говорю тебе Кто не родится Свыше Не может Увидеть Царствие Божие Потом Повторяет Эту мысль Кто не родится Свыше Не может Войти В Царствие Божие Кто не родится От воды И Духа Не может Войти В Царство Божие Никодим Говорит А как это Может быть Как человек Будучи стар Может Родиться Он опять Должен Войти В утробу Матери И родиться Христ говорит Ты учитель Израилев Этого ли не знаешь Кто не родится От воды И Духа Вот Много толкований На этот счет Родиться От воды И Духа От воды Это от чего Некоторые считают Что речь идет О Слове Божьем Но Слово Дух Ближе К Слову Божьему Тавтология Здесь быть не может И Многие Богословы Толкователи Склоняются К тому Что знал Никодим Возможно Когда Христос Говорил Кто не родится От воды И Духа Он показывал В сторону Иордана Кто не родится От воды И Духа Не может Войти Царствие Божие А помните Как в Евангелии От Луки Сказано Что Иоанн говорил Думали что Он Христос Думали что Иоанн Креститель Христос Он говорил Я крещу вас Водою Водою Не в воде А водою Крещу Вот Это ответ То есть Вода Как средство Погружения Человека Его ума Его сердце В покаяние И вот Никодиму Христос Говорит Кто не родится От воды Кто не покается И не примет Божие Слово Тот не может Войти в Царство Божие Это очень важно Друзья Оказывается Мы пришли В этот мир Ну все Здравомыслящие люди Кто хотел родиться В этом мире Поднимите руку Чью заявку Рассмотрел Господь Бог И говорит Хорошо Ты будешь рожден Вот в такой семье В такой стране С такой фамилией Никто Точно никто Нас никто не спрашивал Мы родились У своих родителей Да Родители даже не знали Поначалу Мальчик Девочка Друзья Мы попали В этот мир По воле Божией Вот Ну кто Категорически Отрицает Бога Говорит Ну так звезды Сложились Да Бог допустил Вопрос простой Для чего Для чего Смысл какой В этом отношении В этом отношении Я вспоминаю Марка Твена Помните Да его Знаменитое Выражение Я как-то сказал В жизни человека Есть только два дня Самые важные Решающие Два дня Это Рождение В этот мир И второй день Когда понял Зачем Когда понял Зачем Это Равносильно Рождению Второму Рождению Это как бы Подтверждает Слова Иисуса Христа Нам должно Родиться Свыше Нам должно Понять Почему я Здесь Для чего Я здесь И что Мне делать Друзья Понимаете Еще Луи Пастер Доказывал Есть понятие Биогенез Живое Может Появиться Только от живого Нет Говорят Эволюционисты Вот Различные Соединения Различные Вещества Смешиваясь Вот На протяжении Миллионов лет Значит Могут дать жизнь Луи Пастер Говорил Да Только от живого Может появиться Живое Да И Бог жив И мы можем Родиться От него Но вот Здесь Важно Наше Желание Бог так Усмотрел Чтобы Наша жизнь Была 70-80 лет Да А потом Что Ну а потом Нужно Отвечать Да я Вот не знал Я рос В атеистической Семье Папа Коммунист Мама Коммунистка Никто О Боге Не говорил Какие-то Храмы Ну там Суеверия Опиум Для народа Да Ну Не оправдается Человек Потому что Болел Обращался К Богу Потому что В критической Ситуации Господи Спаси Господи Помил А потом Да что это На меня Нашло Да Странности Какие-то Друзья Помните Притчу О Талантах Одному Пять Другому Два Третьему Один Вот Добросовестные Слуги Рабы Отдали торгующим Серебро Господина Значит Получили прибыль И когда вернулся Господин Они говорят Вот ты мне пять дал Я еще пять Приобрел Ты два дал Я еще два А тот Которому был дан Один талант Пришел и говорит Ты мне дал талант Я знал Что ты не нуждаешься Что ты жестокий Что ты Сеешь Собираешь Где не сеял Да Где не рассыпал Потому я убоялся Вот я спрятал Пыль Оттер от твоего таланта Возьми свое И скажет Хозяин Лукавый И ленивый Раб Ты знал Что я получаю Своё Потому надлежало Там есть такое слово Надлежало Тебе отдать Тебе отдать Моё серебро Торгующим И я получил бы Моё с прибылью Но ты этого не сделал Ты скрыл Ты скрыл Ты скрыл Этот талант Закопал его В землю И что Отдайте этот талант Тому кто имеет Десять А негодного раба Выбросьте Во тьму внешнюю Там будет плач И скрежет зубов Там будет Глубочайшее Разочарование От своей Прожитой Собственной Жизни Значит Которую Бог дал А что мы сделали С этой жизнью На кого мы работали Кому мы посвятили Каким словом Мы пропитывали себя Сегодня все говорят Все говорят Прогнозируют Пугают Предупреждают Успокаивают Утешают Все говорят И Бог говорит И вот всех людей Можно разделить На две большие группы Те, кто слушают Во-первых, Бога И те, кто слушают Этот мир Всех остальных Всех блогеров Все каналы Бог дает выбор Или слушаете меня Или меня не слушаете И я возвращаюсь К этой теме Она меня волнует Мы говорили Как-то Знаменитое латинское выражение Древнейшее Которому почти Две тысячи лет Экстра Экклезиам Нула Салюс Вне церкви Нет спасения Вне церкви Нет спасения Ну кто-то скажет Ну я Меня крестили в детстве Я Причастен Там К православной церкви Или католической Друзья Это внешняя Внешняя Причастность Она не спасает Спасает Внутреннее нахождение Наверное Ноя в ковчег Значит Люди облепили Ожидали Что может быть Как-то спасутся Может быть Что-то Изменится Не изменилось Спасся только Ной Его жена Три сына И их жены Восемь человек Вильгельм Буш Описывает События Конца Второй Мировой войны Когда Немецкие войска Были в окружении И остался Один транспортный Самолет Который Рисковал Перелететь Через линию фронта И добраться К своим И этот Самолет был Переполнен Тяжело ранеными Естественно Те кто Не мог передвигаться А легко раненые В руку В ногу Легко раненые Облепили этот самолет Со всех сторон Хвостовой части На крыльях Ну тогда были Такие самолеты Не такие Как сегодня И самолет поднялся Оторвался От взлетной полосы И ему удалось Пересечь Линию фронта И он сел И остались Только те Кто был Внутри Все остальные Погибли Друзья Быть Причастным К церкви Какой? Как? Можно ли Считать себя Причастным К церкви И не знать Что написано В священном писании Что говорит Господь Можно ли Считать себя Причастным К церкви И не делать Того Что Говорит Бог Можно Бог говорит Попробуйте Если вы такие Самонадеянные И уверенные Что считаете Себя спасенными И не чувствуете Проявления Внутренней жизни Друзья Духовная жизнь Как духовное видение Имеет свои проявления Она как-то проявляется Мы слушаем Бога Мы Живем Церковной Жизнью Мы стараемся Помочь Друг другу Мы Как вот Пишет Иоанн Если ходим Во свете Подобно Как он Во свете То имеем Общение Друг с другом То есть Мы с себе Равными С себе Подобными И мы И имеем Общение С апостолами Скажите Ну апостолы Были две тысячи лет назад Да И мы вот сейчас Читаем их слова Как будто Это наши слова Мы сделали эти слова Своими И Христос говорил Небо и земля Придут Изменятся Но слова мои Не придут То есть Не изменятся Вот эти неизменные слова Должны храниться В нашем сердце Мы должны Открывать для себя Каждый раз Новые горизонты В духовной жизни Христос говорит О рождении Свыше Главное В рождении Свыше Это Наше желание Бог Все сделал Для этого Мы появились В этот мир В мир Где есть зло Где есть добро Мир Где есть церковь Как его Представительство Как его посольство Да И мы Мы Должны Обратиться Мы можем Не обращаться Но Бог Говорит Должно Вам родиться Свыше Должно Слово Должно Ну не оставляет Нам выбора Или мы будем Утверждать Противоречие Богу Что мы ничего Никому не должны Да И вообще Почему я родился Я не хотел Рождаться В этот мир Ты меня Допустил Чтобы я родился Вот и решаемые Вопросы Нет друзья Мы будем Лукавыми И ленивыми Тогда И будем Выброшены В конце концов Во тьму Внешнюю Где плач И скрежет зубов Где страшное Положение Состояние Мы должны Родиться Свыше Мы должны Поискать Смысл Этой жизни Мы должны Задуматься О Боге Мы должны Принять Его Слово И тогда У нас Начинается Проявление Новой жизни То что нам Нравилось Говорить Мы не говорим То что нам Нравилось делать Мы не делаем Окружающие люди Говорят А что с тобой Случилось А что произошло Я Я Бога Нашел Я в церковь Пришел Я раскаялся Пред Богом Я захотел Новую Вечную жизнь Друзья Речь идет Не о просто Обновленной жизни Да Вот как делают Косметический ремонт А речь идет О вечной жизни Мы читаем И рассуждаем Над словом Которое Несет Вечную жизнь И вот почему В этом же Первом послании Апостола Иоанна В четвертой главе Апостол предупреждает Послушайте Возлюбленный Четвертая глава Не всякому Духу верьте Но испытывайте Духов От Бога ли они Потому что Много лжепророков Появилось в мире Духа Божия И духа заблуждения Узнавайте так Всякий дух Который исповедует Иисуса Христа Пришедшего Во плоти Есть от Бога А всякий дух Который не исповедует Иисуса Христа Пришедшего Во плоти Не есть от Бога Но это Дух Антихриста О котором вы слышали Что он придет И теперь уже Есть в мире Дети Вы от Бога И победили их Потому что Тот кто в вас Больше того Кто в мире Они от мира Потому и говорят По-мирски И мир слушает их Мы от Бога Знающий Бога Слушает нас Кто не от Бога Тот не слушает нас Посему-то Узнаем Духа истины И духа Заблуждения Друзья Кто-то считает себя Духовно живым Но тогда возникает вопрос А в каком мы возрасте А в каком мы состоянии Да Может мы в младенческом возрасте Нам нужно чистое Словесное молоко Да Как пишет апостол Может мы болеем Есть духовные болезни Различные Но если мы Имеем общение Друг с другом То кровь Иисуса Христа Очищает нас От всякого греха Вот почему нам нужны Общения Вот почему существует Для чего существует церковь Для того чтобы спасать Взятых на смерть Да вот Слово жизнь Слово рождение Вот рассуждая по плоти Предполагает смерть Ну правда же Ну физическую смерть А Христос говорит о вечной жизни Христос говорит о вечном осуждении Вот что страшно по-настоящему Все ужасы и страхи И кошмары Которые представимы здесь в этом мире Не идут ни в какое сравнение С тем что будет потом То же самое и можно сказать о радости Любая радость Любое счастье Не идет ни в какое сравнение С тем Которое будет потом Это главное И мы чувствуем Что нужно сделать выбор Или я иду к Богу Или я каюсь Или я рождаюсь от воды И духа Или я продолжаю Медленно умирать Живя по плоти Ну если живем по плоти То умрем А если духом умерщвляем Дела плотские То живы будем Закон духа жизни Пишет апостол Павел Послание к римлянам Освободил меня От закона Греха и смерти Желаем ли мы этого Освобождения Делаем ли мы выбор Идем ли мы Исполняем ли мы То чему призывает Иисус Христос Видим ли мы Смысл в том Чтобы идти к Богу Или нет В заключении Старая еврейская Притча Бедный еврей Приходит к Равину И говорит Рэбе Почему богатые Видят только себя А бедных не видят Равин говорит Иди посмотри в окно Ну бедный подошел Смотрит в окно Что ты видишь Ну вижу Женщину с ребенком Мужики дерутся Под вода Лошадь Хорошо Иди посмотри в зеркало Подошел бедный еврей Смотрит в зеркало Что ты видишь Ну как что Себя вижу Вот видишь Говорит Равин Там стекло И там стекло Нужно добавить Немножко серебра И уже видишь Только себя Друзья Это Мудрость Человеческая Бог Хочет Чтобы мы Его увидели Не просто Ближних Не просто себя Чтобы мы Его увидели Почувствовали Его близость И что И обратились к Нему С молитвой Покаяние Приняли Его Слово И стали Жить Вечно Аминь Аминь Давайте Помолимся Отец наш Небесный И во имя Иисуса Христа Мы склонились Пред тобой С благодарностью Что ты продлеваешь Дни жизни Нашей И даешь нам Возможность Сделать Самый главный Выбор Выбрать тебя Выбрать твое Слово Выбрать Жизнь Вечную Просим тебя Коснись Духом твоим Святым Многих Сердец Которые Еще стоят Вдали Которые Блуждают Во тьме Просвети Очи Сердца Их Помоги Им Господи Увидеть В каком Они положении Поклониться Тебе И прославить Тебя И всех Нас Склоненных В этот Час Пред тобой Благословить Для славы Твоей Аминь Продолжение следует...